Все говорят мне там в роликах, что сало 3 дня и готово. Так вот, ребята, тоже вот 3 дня держал. Достал, прошло 3 дня. Вот в таком виде у меня. Решил попробовать. Обычно, конечно, я и 3 дня не солью от недели и больше. Но тут решил, чтобы просолило 3 дня. Ради интереса. Сейчас я буду доставать и вам показывать. Купил на рынке 2 куска сала. Чисто сало. Тут мяса-то практически нет. Лежал он у меня неделю в холодильнике. Некогда было времени заниматься им. Вот такое вот сало. Сегодня я буду его солить сухим засовом. То есть без всяких рассолов. Просто сухой засол будет у меня сегодня. Значит, что хочу сказать. Сало вроде как бы ничего. Если кто-то будет брать на рынке сало, значит, после того, как вы его возьмете, дома обязательно его умойте. У меня уже помыто это сало. Я его помыл хорошо, очистил. Потому что неизвестно, где и что, и как оно лежало. Буду вот на такие порции резать. Вот. Вот такие порции сала у меня будут. Буду делать сухой засол. То есть чисто соль, чеснок и красный перец и всякий заморочек. Ну, кому-то может нравиться, кому-то не нравится. Мне лично, конечно, такой засол тоже нравится. Делаю видео не потому, что показывать больше нечего, а потому, что у меня сало дома закончилось. Вот поэтому сегодня, вернее, неделю назад это сало купил и сегодня буду солить. Это сало чисто для еды. В основном сало я беру его с собой на работу или там в лес, ну, не важно. Вот таким кисаком режу самодельно. Вообще, вот на такие кусочки я сделал, да? Ну, чтобы они просолили. Потому что люди говорят там три дня, два дня уже можно есть. Конечно, можно, ребята, есть. Но обычно в старое время я вам скажу, что солили там по две, по три недели. А иногда и солили и сорок дней. чтобы убить все так называемые не знаю, тут болезни, не болезни, солью. Ну, тут не факт, что тоже какое-то сало было хряк, не хряк, выложен, не выложен. Я не знаю, знаете, вы там не знаете, но предположим, режу там поросенка не выложенного, да, хряка. И при приготовлении при приготовлении этот хряк начинает вонять. Также свинку берут и во время гона, если она гуляла, то тоже нехило воняет, как говорится. Так что не факт, что это сало нормально. Просто хочу посоветовать, не знаю, лайфхак, или как он называется. обычно такими вещами, которые знают люди. Они просят у продавца, который подает мясо и это сало, отрежь ему маленький кусочек кожи. Берут зажигалкой и маленький кусочек кожи поджигают. И она начинает сразу, если она был хряк, или была свинка, которая гуляла, она начинает сразу вонять. Так что имейте ввиду. Так, чеснок я приготовил. Тут рода мало чеснока. Я еще возьму чеснок сухой. Перец красный есть, соль есть. Буду вот такой кастрюльки солить. Сейчас приготовлю еще чесночок сухой и буду дальше делать. Так, ну вот, не реклама, ну вот такой вот у меня чесночок сухой есть. Значит, что делаем в первую очередь? В первую очередь я беру, естественно, приготовил все сало на порции, да, на такие кусочки. Потом, что делаю? Вот такой вот у меня есть перец красный молотый. Сегодня будем делать на красном молотом перце. Теперь, что делаю? На дно рассыпаю соль небольшим слоем. Вот, соль насыпал. Кстати, соль такая неедированная, обыкновенная каменная соль. Теперь, что делаю? Беру красный молотый перец и каждый кусочек обсыпаю. Не сильно так это, но чтобы был обсыпанный. лучше, это все перемешать с солью. Я, наверное, так и сделаю. Так. В общем, высыпал, добавляю соли, все перемешиваю. Ребята, вот. Фу! крепкий. Добавляю туда сухой чеснок. Знаю, в последнее время все сухим чесноком пользуюсь. Вот получается такая вот гремучая смесь. Ну и каждый кусочек туда обваливаю просто-напросто. Ребята, так это обваливается все. Буду пока ложить в сторону. Потом это все буду укладывать в эту же кастрюлю. Вот. вот таким макаром красиво получаться. Вот. и вот, вот. Таким простеньким способом соль, перец красный молотый. Тут, кстати, любой можно черный молотый. Но в данном моменте у меня черного нет, поэтому я применяю красный молотый перец. Это, получается, у меня сухой засол будет. Без всяких банок в эту же кастрюлю я укладу. Ну, дня три она у меня полежит, потом будем пробовать. Обычно, говорят, дня два-три можно пробовать. Хотя не советую, ребята. Надо все равно минимум хотя бы на неделю полежало. Потому что сверху-то она просолится, а внутри-то она все равно не просол будет, не досолится, как говорится, да, не просолится сало. Минимум хотя бы неделю она лежала, ребята. Хотя некоторые пишут, что три дня и можно кушать. Конечно, можно. Можно его и сырое есть. Если у кого желание есть, ешьте сырое, а не соленое. Просто макайте соль до и ешьте. Ну вот, получилось у меня вот так вот. Получилось вот тут вот так. Сейчас еще сюда добавлю соли на дно. Тут, в принципе, можно не сильно так, но примерно вот так вот. Так, сейчас я маленько сдвинусь. Ну вот, сейчас что делаем? Сложим вот таким макаром первый слой. Вот, первый слой. Здесь у меня есть чеснок свежий. Все равно надо для освежатины. Ну как, не для освежатины, а свеженький чеснок положить, да? Вот. Ложу чесночка. Сверху маленько. Все-таки соли добавляю. Второй слой ложу. В общем, шкурой, первый слой шкуры вниз, чтобы мясо или сало было сверху. Второй слой мясом вниз. Шкура кверху. Вот так вот. Снова чесночка бросает свеженького. Снова соли. Сейчас шкуркой. Короче, шкурка к шкурке, мяско к мяску. Сало к салу, как говорится, да? Вот таким макаром. Ну вот. Не знаю, сколько здесь было килограмм. Ну, я вам показал два куска. Из этих двух кусков не знаю, сколько тут на самом деле было. Ну, как-то так получилось. Вот, ребята, да? Вот так вот у меня. Сейчас еще сверху засыпаю солью. Добавляю, чтобы маленько все-таки оно присыпано было. Вот таким макаром. Ну, и не жалею, что все-таки еще сухого перчика, ой, перчика, этого, чесночка насыплю для запаха. Оно лишним не будет. Ну вот. Все у меня получилось. Прижимать ничем не буду. Просто вот так вот руками утрамбую. Смотрю, как оно есть. И поставлю дня на три. Через три дня посмотрю. Может, надо будет перевернуть или помешать. Не знаю. Там уже будет видно по месту. Ну вот. Как-то так. Пока заканчиваю, там видно будет. Ну вот, ребята, вот такое вот сало. Прошло три дня. Сейчас порежем мы его. Мягковатое, да? Обычно, конечно, я солью дольше. Но раз говорят, что можно есть и три, через три дня, то будем пробовать. Вот такие вот кусочки. В принципе, в принципе, можно есть и свежее сало, но чтобы оно было мороженое. Заморозил, настрогал. Как обычно делают из рыбы строганину. Также настрогал. Соль с чесноком, с луком. Помакал. И ешь. Ну вот, как-то так. Вот такое вот у меня сольцо. Пахнет чесночком, перчиком красным. Естественно, пока я его не буду как бы замораживать, да? Пускай у меня еще полежит хотя бы недельку, чтобы оно у меня пропиталось полностью до внутри, до внутренностей, да? Ну так, в принципе, сало уже. Сейчас попробую. Очень даже ничего. Можно вкуснуть. Кушать можно. Мягенькая. Единственное, что кому-то не нравится вот эту соль, да что, можно сверху обтереть. А так я обычно не обтираю. Я обычно вот так вот прямо нарезаю. И в таком виде, как бы, ем. Чтоб оно нормально было, просоленное. Потому что на тарелку положишь уже без соли, оно как бы это, заразить не съешь. И поэтому, когда уже лежит в холодильнике в соли, оно еще вроде как бы еще и пропитывается вот этими все специями, перчиком, солью. Ну, как-то так. Сейчас мы нальем 100 грамм самогоночки. И под самогоночку вот эту закусочку я буду пробовать. Ну, все. Я никого не призываю. Я не учу никого, как делать, как солить сало. Это просто я показываю, как я сам дома солю сало. То есть, у меня дома сало закончилось. Я сездил на рынок, купил сало и решил его засолить. В основном, конечно, я его каждый день, это сало, не ем. А беру его чисто, где-то, не знаю, в лес, в походы. Ну, и у меня работа развязного характера, поэтому сало беру с собой как паек вместо обеда. Ну, все. Всем привет и всем пока.